Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Майские дни такие короткие, хоть астрономы утверждают, что день становится все длиннее и длиннее, а однако же на огороде дни пробегают очень быстро. Я вот сегодня аж запыхался в майских огородных делах. Что ж, пора высаживать томаты в защищенный грунт. Существует множество различных способов посадки. Это и заглублять томаты поглубже, это хорошо на легких, легко прогреваемых, дренированных почвах. Можно укладывать томат бочком для того, чтобы он образовал как можно больше поверхностных корней. Это хорошо там, где почвы более плотные и где есть возможность регулярных поливов. Медведка, другие почвенные вредители, крот являются извечной проблемой, ну а про муравьев я вообще в теплицах не говорю. Это всегда вечная проблема. В этой связи возникло такое желание высаживать томаты непременно не в сам грунт, а в какие-то контейнеры. Среди контейнеров предлагаются, например, контейнеры из пленки. Мне идея из пленки контейнеров не очень нравится. Почему? Потому что крот и медведка с легкостью прорывают эти контейнеры. Кроме того, при высадке томатов в теплицу в контейнерах возникают определенные ограничения. Связаны они с быстрым пересыханием грунта в контейнере. Это хорошо только для тех, кто может ежедневно посещать свою теплицу и при необходимости осуществлять поливы. Я, если уж говорить о высадке в контейнеры, а в этом году я именно так и буду поступать, использую вот такие вот ведра. Вот эти ведра никакой крот и никакая медведка и никто не пробуравит и не прорвет. Кроме того, когда высаживаются томаты вот в такие вот ведра, а это просто ведро от побелки, от краски. В этом случае, когда идет высадка такая, вы можете приготовить такие смеси, какие вы только захотите. Вы можете обогатить эти смеси органическим веществом, удобрениями и так далее, не боясь, что миграция этих удобрений будет очень большой за пределы корневой системы томата. А надо сказать, что корневая система у томата развивается в защищенном грунте в умеренной зоне не такая уж и мощная. Поэтому, как правило, 10-15 литрового объема контейнера бывает достаточно. Если вы не можете постоянно посещать теплицу для контроля необходимости полива, а ведь объем корневой системы займет весь этот объем, и может корневая система достаточно быстро пересыхать. В этом случае вам понадобится емкость большего размера. Если вы приезжаете раз в неделю, как, например, я, на свою дачу, то в этом случае объем должен быть не менее 20-25 литров в зависимости от сорта, в зависимости от мощности его корневой системы. Другим компромиссом между быстрым пересыханием грунта в контейнере и необходимостью поливов является вариант с двумя ведрами, вставленными друг в друга. В этом случае во внутреннем ведре делаются отверстия. А надо сказать, что в любом случае, когда вы высаживаете растение в контейнере, вам необходимо сделать отверстие. Причем не только в дне, но и несколько отверстий на разной высоте на боковой поверхности. Это предотвратит замокание здесь растений в случае, если полив будет избыточно таким излишним и даст возможность дренажа, то есть оттока лишней влаги. Кроме того, я знаю их по опыту, знаю, что корни способны прорастать через вот эти отверстия. И в самом критическом случае, если здесь уже влаги нету, то эти вот корни, которые проросли, будут подпитываться влагой, которая будет находиться в окружающем грунте. Так вот, компромиссом двойного ведра является то, что такое продырявленное ведро можно вставить в обыкновенное ведро без дырочек. В этом случае избыток влаги будет накапливаться вот в этом вот объеме, пустом объеме. Вот видите, такая же высота, как сверху, такая же будет глубина здесь снизу. Это достаточное количество влаги, чтобы быть такой подпиткой, запасом воды для того, чтобы растения не нуждались во влаге в те периоды, когда вас не будет на участке. Итак, это несколько больших преимуществ, которые связаны с неповреждением кротами, неповреждением медведкой, неповреждением другими починными вредителями. А также очень муравьи не любят селиться в таких ведрах. Рядом могут поселиться, но в ведре уже никогда. Надо помнить также об ограничениях. Растения высаживаются в такие контейнеры самым обычным способом. Засыпается сюда питательный грунт, высаживается растение, и этот контейнер может закапываться наполовину или даже полностью, если вы опасаетесь жары. Потому что чем глубже вы закопаете контейнер, тем меньше будет риск перегревания и пересыхания грунта. Когда вы выносите этот контейнер немножко над поверхностью земли, в этом случае он лучше прогревается, но в течение жаркого лета он будет пересыхать. Поэтому, если вы ежедневно можете поливать, поэтому можете оставить его наполовину сверху. Это не беда. Кроме того, вы можете не засыпать полностью растение при посадке. И по мере роста растения, особенно высоких, поздних и детерминатных томатов, можете подсыпать сюда питательный грунт для развития дополнительной корневой системы. Для предотвращения пересыхания грунта в этом году я буду застилать не спонбондом белым, как в прошлом году, а буду использовать кленовые листья. Мне нравятся кленовые дубовые листья в качестве мульчи. Не надо бояться лилопатий, не надо бояться дубильных веществ. То же самое касается и листьев орешника. Все это не страшно. Я застилаю таким средним слоем свои томаты при посадке. И затем, по мере необходимости, заготавливаю вот такие вот листья в мешки. И по мере необходимости подсыпаю эту мульчу по мере ее проседания. Для того, чтобы мульча хорошо себя чувствовала, чтобы она была таким слоем, который защищает от пересыхания, ее нужно, конечно же, как следует промочить. Я промачиваю ее раствором из одного на одно ведро воды, одну столовую ложку мочевины. И, конечно же, я в этот раствор кладу свой домашний приготовленный препарат триходермы вместе с метаризином. Метаризиумом я перемешиваю. Эти два гриба дружат. Первый хорошо защищает растения от болезней, формирует такую благоприятную микробиологическую среду в резосфере, в зоне роста корней. А второй хорошо защищает от насекомых. Ну, казалось бы, контейнеры, но какие-то могут быть насекомые. Но все-таки, когда готовишь почвенные смеси, возможно, какой-то там червяк, я шучу, личинка, конечно, туда попадет и впоследствии будет вредить нашим растениям. Поэтому добавить туда метаризин не мешает в любом случае. Я вот беру такой домашний препарат. Это споровая масса гриба метаризиума и гриба триходермы, выращенная на корочках апельсина, на кофейной и чайной гуще на спитом чая. И даже здесь добавлены корочки хлеба. Я просто-напросто вот так, не жалея, такую больше, чем полулитровую банку, высыпаю в ведро воды. И затем, как следует, все это, вот прям не боясь, руками, абсолютно спокойно, все вот это вот вымешиваю. Вымешиваю, у меня получается такая споромицелиальная масса, которую заряжаю. Вон, она у меня на руках, ничего страшного, это абсолютно не опасно. Я ее заряжаю в лейку и, как следует, проливаю мульчу. В этих листьях эти грибочки прекрасно себя чувствуют, приживутся и будут служить долго-долго защитой для моих растений. Конечно же, после высадки растений их необходимо немножко поддержать, немножечко постимулировать. Вы можете использовать эпин, вы можете использовать настой хвои с папоротником или без собственного приготовления. Вы можете использовать настой хиноцеи собственного приготовления, если хотите. Вы можете использовать любой стимулятор роста. Я буду использовать насыщенный раствор янтарной кислоты, смешанный с нашатырным спиртом. У нас на канале Процветок есть видео об этом. Я сделаю очень разбавленный раствор, ну то есть все как по тому рецепту. И обязательно, в обязательном порядке, опрыскаю растения сразу после посадки. Это даст им хорошие силы для того, чтобы прижиться, для того, чтобы стартовать хорошим ростом, нарастить обильную корневую систему. Пролив таким раствором тоже не будет лишним. Где-то примерно через 2 недели после посадки я начну небольшие подкормки. Да и то в зависимости от того, в каком состоянии будут находиться мои растения. Потому что когда делается смесь вот такая вот богатая, на основе перегноя, с добавлением необходимых элементов питания, в этом случае растения практически до образования первых плодов не нуждаются в каких-либо подкормках. Избыток азота может привести лишь к излишнему жированию томата. В последующем же, конечно, я буду использовать частые подкормки, в основном калийно-фосфорные, с небольшим добавлением азота. Почему? Потому что все-таки объем корневой системы ограничен, и растениям может не хватать здесь питания. Но организовать такие подкормки совершенно не сложно. Смотрите наши выпуски, которые уже есть на канале про цветок, смотрите наши будущие выпуски. Не пропускайте, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе дел наших выпусков. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!